Так, Валерий, подскажите, на что можно временно привить абрикос и персик, пока подрастает мальчужский абрикос? Ой, ну это один из тех вопросов, которые я надеялся рассказать завтра, примеры привести. Ну, понятно, у персика широкий выбор, значит, самая надежная, у меня нет, не так, к каждому краю, может быть, по-своему, у меня надежнее всего он прививается. Получился вариант на именно мальчужский абрикос, после него слива китайская, но темно-синяя. Так, и, наконец, средние результаты, товарищ на вишне. Тут с ней, ну, дело в том, что у меня уже не настолько эти абрикосы, у меня, сливы, маньчжурцы и китайские сливы, они уже как универсальный подвой, ну, и что угодно привешь, ну, такое образно говоря, не яблоки же, но имеется в виду косточковые. Вот, а персик это еще на бисею может привить, он может, ну, это все от лукава. Ну, скорее всего, и то, что есть у людей, ну, слива, терн, алуча, пожалуй, так. Абрикосы тоже слива, терн, алуча, мне до сих пор непонятно, я, это самое, культурский появился у меня на горизонте, а он столько знает всего. Вот, потому что работает или работал он по Челябинску, мне интересно, что у них за полукарликовый подвой. Я увидел у них и в этом, и из его уст слышал, и я смотрел их каталог, подозреваю, что песчаная вишня, а значит, это, ну, как, не лучший вариант. Даже наоборот, бесперспективный. Ну, вот, ждем, пока он снова появится, потому что первый раз, когда он появился на горизонте, он сказал, что он занимался моими абрикосами, моими черенками, и они показали несколько феноменальнейших результатов. Это, заметьте, это ветка, и с нее еще надо толп получить. Какой они обладали, эти ветки, потенциалом, если они показали феноменальнейшие результаты, и по качеству плодов, и по выраженности, и по морозостойкости. Вот так вот. Ну, что, получается, повторяю, абрикосы, это сливы вишни, сливы луча терн, да персик тоже самое. Если персик, если есть абрикос, это персик на абрикос. Вот. И, получается, дальше ждать манжурский абрикос. Мне все говорят, где Лариса Андреевна, такой суперспециалист, с таким еще одеянным манжурский абрикос, достанет такой, как у меня. Когда у меня был этот, у меня вот косточки лежат, да, ну, его сыновей косточки, да, и много, а, ну, как много, их немного, просто их плохо берут. Вот. И когда я подвел к этому дереву Дускобилова, а он, это его работа была, изучать, изучать, изучать. Это самый в России изучательный, самый такой человек, который знает все, у которого такое досье на нас, что если все это собрать, никакого института не надо. Но он ушел на пенсию, видимо, все это пропадает, информация пропадает. Вот он мне сказал, манжурский абрикос, это, он один такой, другого такого нигде в помине нет. Вот, и вот на нем должна табличка висеть. И еще, знаете, я заранее скажу, хоть извините, что я не отвечаю на ваш вопрос. Такие случаи, они редки, нет, их много, но мы мало о них знаем. Вот я же получил черешню веточки с этого, с Волги, я уже забыл, это Великий Новгород или Нижний Новгород. Вот, климатом, конечно, помягче нашего, но не подарок. Кто-то мне писал, у них одна же была на уровне земли минус 53. Жуть, да. Так вот, веточки, как мне написал в сопровождении человек, которому я благодарен, но которого это, якобы были связаны с 40-летнего черешни, настоящей 40-летней черешни, которая плодоносила. И действительно, у меня же заплодоносила веточка, и я вот именно, вот мой мажорский абрикос, или вот эта черешня в этом. Да вот только узнав об этом, уже туда должна комиссия, уже табличка, не трогать, не смеять, вплоть до расстрела. Вот вам это самое, ухаживайте за ним. Ну как ухаживайте? Не трогайте, вот это весь уход. Только ради бога, это пусть должно быть, значит, вот эта 40-летняя черешня, где? На Волге, где-то в средней Волге. Ведь это же невероятно. И таких примеров-то есть, у меня в моей жизни, сколько письм у меня, это, еще когда не было интернета, два мешка письма лежат. Сколько в этих письмах было это? А сейчас где эти люди, знаете? В основном-то старики, уже, наверное, на том свете почти все. Столько теряем из-за вот этого равнодушия. Так, куда идти? Вверх, вниз. Так, ну раз Горния еще отвечает, значит, я даже комментировать не буду, я уважаю чужие мнения. Так, давайте попробуем теперь вверх. Подскажите, в каком расстоянии, по какой схеме нужно садить большой сад абрикосов, персиков и грузов, с уважением? Давайте это самое, наверное, отдельно этому посвятим. Дело в этом, я считаю, как сад садить, естественно, нужно, если с большой гарантией, но все равно нужно садить 2 на 2. Это если он, ну как, большое понятие относительно, если вы собираетесь с ней ухаживать с помощью бензокосы, граблей, так, тяпки, где-то все-таки тяпку, может, надо в руки взять. Хотя дерн это святое. Вот, лопата, все. Если в таком разе, то 2 на 2 на 2. Если, например, все-таки он большой и нужно механизированного работы, то есть гусильник, плуг, барана. Ну и само собой, еще и, может быть, даже и косить с помощью трактора, то тогда при ссорной круге, не все, а при ссорной круге. Если все зарастить травой, то однажды он сгорит, как мой. Так вот, получается, что тогда нужно учитывать междурядие. То есть, у меня междурядик было 6 метров, а посадка 4,5. Ну, деревья хорошо расслепили до пожара. Опыт есть определенный. Но я всегда говорю, ладно, если все-таки междурядие надо обрабатывать механически, сад сильно большой, то все-таки садите по 2 метра, внутри ряда по 2 метра. Вот, когда выпадает какой-то, на второй год, на пятый год, когда выпадает какое-то дерево, остается 4 метра, не беда. Если вдруг навсегда останется между ними 2 метра, ничего, переживут они это. Вот. Лучше так, чтобы потом... Все равно природа проредет. Вот я к чему говорю. Так. Ну, а мое любимое предложение для таких, какого большого сада, начинайте с качущего питомника. Все, что вы заказали, у Бродского, у Железова, еще где-то. Садите густо, как питомник. Потом, прекрасно, надеюсь, сходы, потом привили на месте. А потом пересаживайте. Ага, вот здесь вот, пусть будет. Знаете, когда именно, когда с таким полупределением говорили, что у вас там просто с виду, как бы, с виду у вас, у него, у вас, значит, запущенная дача. Ну, вы знаете, сколько раз косит газон, чтобы был красивый участок, просто дачный. Или там богатого человека катать. Ну, наверное, 10 раз, 20. А тут, конечно, зарастает, ну и пусть зарастает. А получается, что она даже, если это промышленный сад, она сгореть может. Значит, уже получается, уход за нужен. Междурядье пропахивать нужно, назовем это противопожарные эти. Но это следующий этап, когда вы будете брать саженцы, выкапывать из питомника. Лучше и лучше навсегда, это маточный сад, не промышленный. Вот, лучше остается навсегда. Ну, тоже густо. У меня получилось, там, оставлял метра через два. И сейчас многие деревья, взрослые, большие, между ними два метра, ну, пока почему-то не страдают. Ну, вот такой вот, такой короткий ответ. Так, огромное спасибо. У меня проблемы. Вот эти близко-грунтые воды, ну, вот как я собираюсь, допустим, это важнейший вопрос. Он касается, ну, не каждого десятого или каждого пятого, а по стране миллионов. Вот. Для этого нужно иметь что? Нужно иметь деревья с корневой системой неглубокие. Плюс холмы, понятно, где-то повыше. Вот. А для этого нужно что знать? Корневые отводки, это есть то, что надо. Они все дают корневые отводки. Пошло-поехало. Это, ну, часа три надо рассказывать. У меня есть такая тема, корни. Пока, если в двух словах, пожалуйста, вывозь на вишни. Вот. Они чем хороши? На них можно привать груши, ой, нет. Я, ага, с этого у меня уже, видимо, устал. Вот. На них можно тоже персик будет привить. Вот. При большом желании можно будет сливу привить. Они почти родственники. Теперь. При корневой отводке, не прикорневые, а, я говорил, корневые, а не подальше. Вот. Они метров двух находятся. Их выкопал. У них нет стержневого корня. Они все поверхностные. И на все же поверхностные. Аморостойкостью обладает достаточно. И корневая шейка, если правильно выкопать, пометим заранее. У них тоже есть. Вот. И получается, что, если пометить ее, и получается, что все яблони, яблони можно уже на них, это, на корневой отводке. У меня весь сад в корневых отводках. И на острове садился. Все в корневых отводках. Вот. Удобная вещь. Тем более, выращивать их не пришлось. Все это газа зарощено. Ну, это у меня. А у вас, Владимирского областа, где вы будете брать дикарей или там полудикие с корневыми отводками? Ну, где-то, может, в заброшенных садах. А много где взять? Семечек. Да, будут расти. Сибирки семечек. Это огромные деревья. Мои корни, знаете, какие. Я вижу это дерево, стою рядом, задрав голову, шапка падает. Как это, маленьких корней, исключено. Получается, корневые отводки я вам посоветую. Ну, эту тему еще, конечно, надо поднимать. Но я не знаю, сколько вы вебинаров проводите. Желающих их смотреть практически мало. Вот. И, наконец, корневые отводки. Это вишни. Вот. И корневые отводки. Это... Долго... У меня здесь есть фотографии. Вот это самое. Уже три часа, я боюсь, что... Давайте этот вопрос... На следующем я специально подготовлю десяток фотографий. Вы увидите. У вишни можно. Дальше эти самые сливы можно. Китайские сливы идеально подходят. А на них уже прививайте. У вас будет сад, получается, вишневые, персиковые. Персики будет на что прививать. Вишневые, персиковые, сливовые, яблоневые. Да, кроме абрикоса, практически все. Ну, и абрикос тоже привьете на что-нибудь. Например, на сливу. На прикорневый отводок сливы. А вот. Ну, 30 лет не продержится. Ну, лет 10-15 умеете, можно. Видите, почти нормальный сад можно вырастить. Может, про прививки поговорить. Ну, всегда так. Вы знаете, я когда решал, когда-то я проводил платные вебинары, там командовали гости мои. А когда я, допустим, понимаете, в чем дело. Очень малая аудитория, конечно, про прививки. Что-то сказал, еще скажу, еще будет целый вебинар. Вот. И в конце концов, вы все будете знать. Есть люди, у которых очень быстрый ум. Я, допустим, начинаю фразу, говорит, он уже знает, какой конец. Вот. Это действительно такое есть. А есть люди, которые, наоборот, специально Рыжова шабанга потом говорит, а я ничего не понял. Вот просто не понял ничего. А я специально подробно там про подвое приводил. В общем, получается, что всем я угодить не могу. Вот. Про прививки, когда вы наберете их в интернете, сама практика прививок там изложена правильно. Там нет каких-то хитростей, которых я рассказывал. Даже сегодня несколько рассказывал. Вот. Потому что нигде не напишут, что, где надо привать. По нижней, это основание, штамп, основание, это ветки, которые отрезали. Про это вы никогда не узнаете. Я про это говорил, еще буду говорить. Это важнее всего. А так, что такое, копулировка, копулировка, пожалуйста, набирайте там это. Вот я даже вам сейчас, представьте обратно, там, где Рыжевский генерал учил это самое, как привать. Уже этого достаточно. Я этого не знал, когда учился привать. Мне настолько казалось очевидным. Взял косой средство, стыковал, вот тебе и все. Замотал. Заматывал тряпками, заматывал нитками. Все равно проживается. Обыкновенным перочинным ножом даже не привычно. А мне надо сказать, я не знаю, сколько мне осталось это самое. Он же был слух в Кемеровской области два года назад, сужели заумие. А я всего лишь там приболел. И вот мне нужно успеть высказаться, потому что, когда будет... Не обижайтесь, Серж, когда будет, это, как ее назвать-то, всерьез займутся этим делом, других материалов не будет. И нужно и обосновать вот это, то, о чем я говорил. А не просто берете нож, делаете косой срез. Четыре раза должно быть соотношение диаметра прививки длиннее среза. Вот. Не забудьте макнуть. Это тоже надо. Видите, в этом тоже почти никто не пишет. Макнуть специальный раствор, можно в воду, можно в снеговую воду. Вот. И все. И тогда говорить не о чем. А я заметил, что делаю, Серж. Я учу, как не надо. Вот на это уходит много времени. А мне обосновать надо. Я же не могу сказать, делайте так, точка. Я должен сказать, почему я так делаю. Отсюда и все. Получается, не успел. Если просите, ладно. Вот. Потому что я не могу, я по-другому. Я же рассказывал, помните, когда меня так же кто-то еще более жестко обвинил в этом. Я как сказал, вот так уж. Как я не пытался по-другому. Не получается. Как тот самый этот. Все. Это самое. Получается так, что Собирают наши эти. Наворуют детали с любого завода. Вот. Дома соберут, чтобы продать что-нибудь там. Стрельную машину или это. Пылесос. Автомат Калашникова. И у меня все тоже. Что я не делаю, все так получается. Как меня не упрекают. Как правильно хранить черенки до времени прививок. При минусовой температуре можно? Нельзя. Значит. Самое. Это в следующий раз. А вдруг вы не сможете послушать, да? Скажу очень коротко. Значит. Хранение в полиэтиленовых толстых пакетах. Если сможете их сделать. Или несколько вдове. Можно и в этих самых. В простых пакетах. Но их надо, чтобы пять наворачивать друг на друга. Потому что они пропускают воду и воздух. Или высохнут. Или сгниют. Вот. Получается. Раз. При температуре плюсовой. Но очень низко. Близко к нулю. Два. В пакетах герметичный. Три. Вот. В темноте. Четыре. Только в темноте. Вот. Хранить. Прятать их от мышей. Бывало. У меня. Жрали. Будь здоров. Один пакет как-то развербанили. И еще. Я заметил. Они любят. Не любят. Но. Видимо. С голоду. Они все-таки едят. Полиэтилен. Но только черные. Как это видимо то не вкуснее. Вот этот момент. Нужно знать. Так. Следить надо. Раньше времени. Начинает. Вот. Придет март. А я храню допустим погребы. У меня бывало. Начинают зеленеть. Почки черешни. Или цветовые почки просыпают. Цветовые подчеркиваю. Абрикоси. Когда они даже. Даже уже белого цвета. Уже видно что они. Набухли. Вот. Вот. Все равно можно привать. Но надо их тогда раньше и привать. Вот. Ну в общем еще много советов от меня услышать. А то я сейчас начну говорить. Остановиться не смогу. Так. Ну-ка. Вот тут фотография интересная. Это мои ябы. Абрикоси в нашем саду хотя бы не уже плодоносит. А. А он видимо на дальнем плане. Ой какой сад хороший. Груша ларинская. Так. Спасибо Олегу Юрию за позывательные руки. Желаю вам крепкого здоровья. Подопрелок. Хорневая шейка. Ну вот не сыряя на свете живых. Пусть медно нудно. Но все-таки чего-то двигается. Так. Прививка разным сортом дает нагрузку на ген подбое. Что точно нежелательно. Сразу. Да конечно. Я говорил что у меня вот у дерева. Там где Даша у меня позировала. Вот. Десять сортов. Десятый. Это Сибирка. А девять культурных. Все погибли. Ну это один пример. Это просто. Ну обоснование правильно. Это самое. Городничий. Он нам восставал. Молодец. Так. А отвечал на Колдауру. Вот так я тогда не буду про это. Секономлю время. Так. Лучше всего прижились. Лучше копировка и вращеб. А прививки Сокорубера и Синометов предпроверил Самарис. Ну вы подтвердили мои слова. Слава Богу. Но я сейчас не болту. А вопрос. А что прививки уже больше не будет? Нет. Вот половину фотографии мы еще не видели. Будет. Так. Теперь Валерий. А ну это уже. Творчество. Видите. У кого-то прекрасно абрикосы растут. Мне тоже интересно где. Так. Кто-то видимо тут. Священная закономерность. Одно и то же. Ну. Я нарвался на это. Знаете как? Анекдот. Когда волк идет весь перебинтованный. Ему говорят. Что с тобой? Кто это тебе так уделал? Он говорит. Заяц. Как заяц? Заяц с убийством оказался. Вот. Вот серв такой попался. Это. Надо более серьезно разговаривать. Так. Ну. Это. Извините. Ухожу. Ничего. Это. Ау. Он же дальше еще. Он вроде не ушел. Ну. Да. Это нормально. Когда кому-то одному не нравится. Так. Ну. Правильно смотрители отвечают. В принципе. Я и собирался показать. И косой срез. И привычные ленточки. Вот. Кто-то. За меня заступился. Ну. Мы не будем сейчас. Кстати. Устраивать. Эти разборки. Заступили. Спасибо. Мучают вопросы. При посадке Сараса из горков. Ровно. Постоянное место. Надо ли расправлять корни. Конечно надо. А. Минутку. Это я сгорячий ответил. Надо ли обрезать саженец. Все. Это зависит от корней. Вот. Допустим. Раз. Он всего прирост 2-3 сантиметра. Значит у него и корешки хрена хреновенькие. Все равно половину отрежьте. Раз. Вот. Теперь надо ли расправлять корни. Речь идет о чем. Из горшков. Значит там. Мощный ком. Такой твердый. Устоявшийся. Да. Ну. И на здоровье. Значит так и садите комом. А другое дело как бывало. Если речь идет о том что развалился ком. И так бывает. Бывает сухая земля. И он. Особенно вот видите. Варсажность маленький. Корни будут плохо скреплять с собой. Как бы ухватывать землю. Она может просто осыпаться. Тогда расправляйте. Так. Ну что. Все наверное. Все наверное. Все наверное. Где же взять. Как в анекдоте ночевого мужика. Уважаемый Серж. Есть такое выражение. Вот. Где же взять то. Насчет возвеличивания. Может быть. Я лев по натуре. По гороскопу. Дело в том что. Я бы мог бы не возвеличиваться. Но они же не хотят ничего делать. Ну что. Все. Давайте заканчивать. Давайте заканчивать. Антон Валяевич. Спасибо что. Вы со своей. Это самое. Колокольни поддержали меня. В смысле. У вас тоже дети. У вас тоже проблемы. Выдержали. Этот длинный марафон. Двойной. Обещал-то когда-то полтора часа. Вот. Ну что. До свидания друзья. Спокойной ночи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...